Сегодня 14 апреля Мы уже перебрались на дачу Рассаду батата я разместил в парничке Который пока у нас пустует, пускай закаляется Вот это клубни, которые я вам показывал в предыдущих роликах Они уже сильно разрослись и покрылись побегами А вот это рассада в стаканчиках То, что удалось вырастить в условиях городской квартиры Те ростки, которые выросли на клубнях Уже тоже пора срезать и рассаживать в стаканчики Чем я сейчас и займусь И так я буду делать практически до момента высадки батата на грядке Стаканчики наполняю грунтовой смесью, состоящей из чернозема, песка один к одному И добавляю сверху немного торфа для рассады, который продается в магазинах в пакетах Выращиванием батата занимаюсь четвертый или пятый год Первые попытки были не всегда удачными Мне знакомые давали немного рассады Я ее высаживал буквально несколько кустиков, ну так, для пробы Но оказалось, что когда батата мало, его почти весь съедают какие-то грызуны Нагло и бесцеремонно, просто сжирают Тогда я занялся этим делом серьезнее И стал высаживать одну-две грядки Грядка длиной где-то 10-12 метров Сам начал выращивать рассаду, чтобы ее было достаточно для этого Теперь хватает и грызунам, и нам остается Срезаем с маточных клубней наиболее длинные ростки И вставляем в стаканчики с грунтом Вообще-то батат это не картошка, как многие поначалу думают Это совсем разные отряды Картофель, как известно, относится к роду посленовых А батат из семейства вьюнковых Далеко отстоят друг от друга Хотя по внешнему виду чем-то похоже А вот по вкусу батат намного нежнее и изысканнее Его можно есть и сырым, и в салаты добавлять Жарить, тушить, запекать Мы с женой добавляем его в борщ Так, нарезанные ростки вставляем в стаканчики Предварительно сделав дырочку Отверткой обязательно начать же еще Я смотрел видео, как батат выращивают в промышленных масштабах Там, конечно, совсем другая технология Огромные плантации, мощная техника У нас все по-другому Мы это делаем для себя Так полакомиться Ну и, конечно, получить удовольствие от творческого процесса взращивания Теперь польем Всего из пяти клубней уже получено 50-60 кустиков рассады А еще только середина апреля Высаживать на грядки планируем в конце мая-начале июня В зависимости от погоды Так что еще нарастет Пока, до свидания До следующей встречи Пока